здравствуйте друзья с новым годом с новым годом по новому стилю с новым годом по старому стилю кстати в этом 2020 году исполняется ровно 101 год как появилось такое явление как старый новый год и по этому поводу я хочу с вами поговорить о том как получилось так что ведическая система исчисления и календарная система ушла и пришла новая наша западная на моем канале есть плейлист отдельным плейлистом выделен индийский календарь с тщательным разбором каждого индийского месяца что он из себя представляет и какие ведические корни он за собой несет много лет назад это был главный календарь он как бы распространял влияние на весь мир ведическая система это не система которая принадлежала сугубо индии это была общемировая система она расходилась по всем странам и в толь ином виде оно дошло и до наших дней коротко что она из себя представляет это 12 месяцев 12 месяцев это не какое-то фиксированное число дней месяц это в астрономическом смысле месяц наступает новая луния значит наступила новая луна и соответственно и новый месяц называется месяц потому по названию накшатры звездного авторизма где в этом месяце оказывается полная луна начинается год не в январе а весной первый месяц чайтра это весеннее наваратри и день рождения бога хануман потом месяц вайшак день рождения бога будда потом месяц джияистка праздник вокруг дерева бадьян потом месяц ашатха это день учителя гуру пурнима за ним следует месяц шравана на полнолуние которого повязывают красные ниточки на запястье индусы потом идет месяц бадра день ганеши начало учебного года соответственно это весна охинь потом месяц ашвина большой мощный праздник осеннего наваратри девять ночи дуги конце ашвина переходит в месяц картика и ознавляется фестивалем дивали с большим количеством фейерверков и огней следом идет более спокойные месяцы марга ширша и пауша на середину зимы приходится месяц макха который заканчивается ночью шилы и последний месяц года пау гуна день фестиваля холи когда индусы обкидывают друг друга цветными красками 12 лунных месяцев если посчитать это получается 354 355 дней то есть это не полный год раз в два в три года добавляется дополнительный месяц году который называется дикха дополнительный и он может быть дополнительный к любому из этих 12 месяцев о том куда он добавляется у меня было отдельное видео пройдите по ссылке видео называется 13 месяц года с непривычки ведическая система кажется странной и непонятной но именно такая система была изначально во всем мире похожем виде она проявилась в китае немножечко раньше начинается на один месяц начинается новый год и другая система расчета для 13 дополнительного месяца такая же система в иудейском календаре еврейском календаре кстати тут такой интересный момент расчет первого месяца идет такой же как в Индии с весны первым месяц является ниссан он соответствует знаку зодиака овен поэтому тут астрология она едина первый месяц ниссан а смена года происходит на шестой месяц когда происходит праздник рошашана кстати я вижу аналогию с южной Индией у них смена года происходит не в месяце чайтра на весеннее наваратри а месяце картика когда гремит фестиваль дивали то есть такой подход праздновать наступление нового года не с весной когда начинается цветение а в тот день когда праздник более яркий вот дивали яркий праздник рошашана яркий праздник тогда и делают новый год а последний тринадцатый месяц они ставят на конец года на месяц адар определенные года их этого месяца могут быть два адар решен и адар шини прощение перед постоянными слушателями повторю информацию касательно мусульманского календаря очень интересный момент про который мало кто почему-то знает или обращает внимание в исламском летоисчислении она называется хиджра 13 месяца нету таким образом году мусульман 354 355 дней на 10 11 дней короче европейского года отчет эры хиджра начался в 622 году а значит очень и очень скоро в 2022 году будет 1400 лет исламу ух большой праздник по логике должен быть 1400 год по мусульманскому календарю но нет уже сегодня идет 1441 а к 14 вековой годовщине будет уже 1443 и приближаться 44 год то есть из-за этих 10 11 дней разницы за 14 веков набежало 43 лишних года вот так давайте разберемся почему в европе по другому и кто же именно в этом виноват а виноватые есть календарная система европы берет начало из древнего рима так вот последние века прошлой эры в европе была такая же система как и в индии как и в ведическом мире год начинался весной первым месяцем года был месяц примус то есть первый который который потом назвали матом второй месяц был соответственно секундус стал апрелем потом тертиус третий стал майем в честь богини майи никак не связано с майей вселенской иллюзии или именем шива маха майя четвертый месяц квадрус позже поменял имя в честь богини юноны июнь а следующие месяцы так и идут по номерам квинтилиус секстилиус септембер октобер новембер децембер одиннадцатый месяц носят имя бога януса одиннадцатый две единицы мне кажется тут уши растут из нумерологии единицы это эго а две единицы это два эго а бог янус имеет два лица об этом ни в одной литературе не написано это чисто мое мнение мне кажется что тут все очевидно последний месяц февраль февраль означает очищение кстати соответствует полгуне месяца полгуна в котором происходит месяц холи во время которого очищение происходит очень интенсивное как-нибудь про этот праздник я тоже расскажу также в древнем риме был тринадцатый дополнительный месяц который назывался мерцидуний назначался римским правительством правда астрологию они соблюдали не ошибка тщетна а добавляли его по своему усмотрению как это нужно было для политики древняя традиция ведическая традиция которая была по всему мире в Европе ее решили разрушить одним махом и сделал этот человек по имени Гай Юлий Цезарь в сорок шестом году до нашей эры закон Юлия Цезаря прописал четкую длину четкое количество дней для каждого месяца также передвинул начало года с первого марта на первое января почему он это сделал тут кстати решение было чисто политическое они делали перевыборы в правительстве обычно каждый год пятнадцатого марта а потом решили делать перевыборы не в марте а в январе ну и заодно с этим решили поменять все летоисчисления тринадцатый дополнительный месяц мерцейдоний названный в честь в водине торговли камеру в лету но зато появился новый месяц июль в честь его же автора календаря Юлия Цезаря июль занял место месяца квинтиллиус то есть пятый потому что собственно юлий Цезарь родился именно в этом месяце в то время как у обычных людей имя дается там в честь дня какие там были именины или события в этот день а у императоров день а то в данном случае целый месяц называется в честь одного человека часто кажется что июнь и июль звучат созвучно но июль назван в честь богини июнонны а июль в честь человека ну великого человека Юлия Цезаря или кесаря цезарь и кесарь это одно и то же разность произношения еще после кесаря появилось кесаревое сечение кстати понятие юлианский год еще используется и в астрономии как циферка ровно 365 дней и 6 часов для удобства расчетов пару слов о названии месяца март тут тоже вижу ведическую астрологию на заднем плане дело в том что почему он называется март в этом месяце солнце входит в знак овна а овен находится под управлением марса не знаю как в западной астрологии ведической есть такая красивая история о том что 12 знаков зодиака были поделены между солнцем и луной пополам каждому по 6 знаков у солнца был любимый знак льва а у луны знак краба в западной системе его называют раком и вот луна с солнцем сидят в одном знаке общаются а к ним в гости начинают приходить боги других планет и выпрашивать в качестве подарков знаки зодиака первый прибежал Меркурий самый быстрый он попросил солнца солнце ему с барского плеча рядом с львом находился знак девы он подошел к луне и сказал что солнце мне подарило знак девы а ты мне что подаришь луна говорит ну вот рядом со мной знак близнецов мейтхуна и дальше все проходило по той же схеме после меркурия пришла венера и говорит солнце ну вот слушайте ты дал мне меркурию тут знак дай мне ну вот тебе рядом с меркурием дальше знак весов а луна подарила ей знак тельца следующий пришел воин марс марсу досталось скорпион от солнца овен от луны неторопливый юпитер степенный пришел получил от солнца знак стрельца или лука как в ведической астрологии дамус а вот луны рыбы самый последний пришел сатурн старый прихрамывающий и ему досталось то что досталось от солнца ему достался знак крокодила макара в западном мире почему-то его называют козерог что за козерог ну а от луны знак водолея кумба начинается зодиакс овна овен принадлежит марсу марс он в ведической системе называется мангл в римской системе называется марс в греческой называется арес вот есть звезда ант арес она похожа на марс любопытно что в те самые года когда римом правил юлий цезарь и в индии правил царь бикрам адития и он одержал ряд мощных побед над племенем скифов и в честь него начали новую эру эру векрама она началась в пятьдесят седьмом году до нашей эры то есть всего за одиннадцать лет до введения юлианского календаря до этого до эры векрам летоисчисления шло не от чайтеры месяца чайтера из эпохи векрама она началась от первого числа месяца чайтера до этого летоисчисления шло от мэши санкранти то есть от точки когда солнце входит в знак овна на сегодняшний день это около пятнадцатого марта почему оно отличается от западной системы я для этого выделю отдельное занятие оно связано с явлением процессия земной оси так вот за три тысячи лет до векрама и соответственно три тысячи сто лет до нашей эры Индия следовала по солнечному календарю и летоисчисления шло от начала кальюди которая началась с убийства Кришны с даты смерти Кришны так получилось что последний век до нашей эры был очень богат на личности которые поменяли наш современный календарь вскоре после Гая Юлия Цезаря на свет появился активен август и в честь него поменяли название летнего месяца секстелес на август а так бы у нас были бы летние месяцы вместо июля и августа квинтябрь и секстябрь июль август красивее правда в отличии от Юлия Цезаря август не родился в месяце августе как и Юлия Цезарь в июле но в августе совершил ряд военных походов и увековечил свою доблесть в современном календаре которого мы помним до сих пор а еще через восемь лет после рождения месяца августа на свет появился Ешуа Ганоций известный под именем Иисус в честь которого было потом поменено летоисчисления и появилось понятие новая эра правда появилась она не как в случае с императором сразу же по назначению а спустя более чем семь веков еще после рождения Иисуса Христа появилась такая традиция такой должности как Папа Римский и первым Папой Римским числится один из апостолов Иисуса апостол Петр и традиция Папа Римских в течение более двух тысяч лет сохранилась до сегодняшнего дня нынешний Папа Римский Франциск это папа номер двести шесть шесть при Папе Римском номер восемьдесят девять введена система новой эры а при Папе Римском номер двести двадцать шесть Георгии тринадцатом еще раз поменялось календарь почему чтобы определить продолжительность года нужно было астрономически очень точно посчитать период обращения земли вокруг солнца Юлий Цезарь прилично округлил если современные исследования говорят что земля делает полный оборот за триста шестьдесят пять дней пять часов сорок девять минут и двенадцать секунд то с долями то Юлий Цезарь округлил эту цифру аккуратно до триста шестьдесят пять с четвертью в обычном году триста шестьдесят пять дней шесть часов и еще три секунды три это может потвердить любой астроном достаточно подняться к звездам с хронометром в руках не на три секунды дольше как говорил Берл Мюнхгаузен из фильма а почти на одиннадцать минут короче ну за сто лет ранится незаметно ну вот за сто тридцать уже набегает ошибка в один день и от века в век накапливалась астрономическая ошибка за год эти секунды стараются в минуты до столетий в часы из века в век ошибка становилась все заметнее и заметнее но поменять календарную систему стоявшимися веками все не решались и лишь спустя полторы тысячи лет когда ошибка уже дошла десяти суток папа римский Георгий тринадцатый сказал хватит надо быть точными волевым решением убрал десять дней и провел начало так называемому новому стилю григорианскому календарю для этого каждые сто лет он убирал один високусный год а каждый четыреста год отменял это убирание и оставлял високусный год на месте таким образом в тысяча семисотом високусного года не было в тысяча восемьсотом не было в тысяча девятисотом не было в две тысячи сотом тоже не будет а вот в тысяча шестисотом и в двухтысячном високусный год по-прежнему на месте. Три дня за 400 лет убирается из календаря, и таким образом ошибка уже составляет не 11 минут, а всего 26 секунд, что не так уж и существенно. Православная церковь астрономические расчеты не одобрила. Расчеты расчетами, а традиция традиция. Полторы тысячи лет следовали Гаю, Юлю и Цезарю, а тут вдруг какой-то непонятный Георгий. То, что современный календарь присутствует в современном мире, в частности России, тут надо сказать спасибо двум конкретным людям. Первый это Петр Первый, который привел Россию в соответствие с европейским летоисчислением. Тоже интересный момент, что христианство-то Россия приняла, а вот летоисчисления от Рождества Христова они какое-то время не следовали, а следовали древним византийским традициям. И с легкой руки Петра Первого после 31 декабря 7208 года от Сотворения Мира наступило 1 января 1700 года от Рождества Христова. А за объединение ДАТ с Европой Россия должна сказать спасибо Владимиру Ульянову по кличке Ленин, который в 1918 году сначала волевым решением отделил государство от церкви, от церковь от государства. И в 1918 году после 31 января по старому стилю наступило не 1, а сразу 14 февраля уже по новому стилю. Таким образом, в 1919 году впервые появился такой термин, как Старый Новый Год. Таким образом, в 2019 году было ровно 100 лет от такого понятия. А сегодня я вас поздравляю с 101 годом, как наступает Старый Новый Год. С Новым Годом! 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 Продолжение следует... Продолжение следует...